С момента последнего общения официальных лиц с журналистами на тему строительства завода аккумуляторных батарей в Бресте прошло 5 месяцев. А вопросов, касающихся безопасности, будущего производства меньше не стало. Поэтому экологический контроль за деятельностью предприятия стал основной темой брифинга, в котором приняли участие руководство Бреста и региона, санитарные службы и МЧС, экологи. Главная задача таких встреч – информирование общественности. При надлежащей эксплуатации завода экологического ущерба он наносить не будет. Дополнительно, я все-таки хотела бы отметить, что иногда в тех вопросах, которые задаются со стороны населения, представлена не совсем достоверная информация относительно тех технологических процессов, которые будут происходить на этом аккумуляторном заводе. На нем не предусмотрено литейного производства, как очень многие говорят. Соответственно, не будет тех плавильных процессов, которые связаны с действительно опасным производством. Обеспокоенность строительством выразили тысячи жителей Бреста и Брестского района, подписав обращение о прекращении строительства. Экологи же объясняют, что с точки зрения выбросов в атмосферу предприятие отнесено к пятой наименее опасной категории. Поэтому после введения завода в эксплуатацию будет создана система локального мониторинга, включая территорию рядом с предприятием в радиусе 500 метров. Основная задача работ в рамках заключенного договора – это, естественно, вычисление, скажем так, установление условно-фоновых концентраций содержания, как валовых, так и подвижных форм, тяжелых металлов в ареале строящихся предприятий, как вы увидели, в ближайших окрестностях. Как отметили специалисты, слухи о вероятной опасности аккумуляторного завода несостоятельны. Экологи, санитарная служба и гостроинадзор проект считают безопасным. Он прошел все экспертизы. Следующая встреча, на которую также пригласят представители инициативной группы, состоится в ближайшее время.